Дорогие друзья, приветствую вас в нашем музыкальном клубе «Луч музыки». Сегодня нас ждёт встреча с новыми героями карнавала животных Камели Синсанса. Сегодня мы будем за ними наблюдать. А как вы думаете, ребята, возможно ли музыкой передать движения и повадки животного? Давайте вместе это проверим. Итак, встречайте первого нашего персонажа. Отгадай, кто он такой? Очень сильный и большой. У него предлинный нос и короткий тонкий хвост. Бивнями зовут клыки. Уши очень широки. Конечно, ребята, вы правильно догадались, это слон. Чтобы изобразить слона, самого крупного наземного млекопитающегося, композитор выбрал самый большой струнный инструмент оркестра – контрабас. Но слон Синсанса не отстаёт от моды. В те времена, когда композитор писал это произведение, находясь на отдыхе в Австрии, Повсюду звучали вальсы. Простолюдины и князья – все кружились в этом танце. Не устоял даже слон. Низкое глубокое звучание контрабаса чудесным образом рисует нам неуклюжесть, неповоротливость и одновременно элегантность этого величественного животного. А в конце пьесы услышите голос слона. 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 Но миг тур необычного вальса завершён. И кто-то уже вновь спешит к нам. Скачет шустрый зверёк, а в кармане сидит сынок. «Ну, догадались, кто это?» «Конечно, кенгуру!» В произведении Синсанса неугомонного и суетливого кенгуру озвучивают два фортепиана, которые как будто бы соревнуются между собой, своей мелодией то стремительно подпрыгивая как можно выше, то опускаясь, успокаиваясь, будто нежесть на солнышке. Синсанса неугомонного и суетливого кенгуру. Синсанса неугомонного и суетливого кенгуру. Синсанса неугомонного и суетливого кенгуру. понравился сегодня танцующий слон или ловкий кенгуру обязательно нарисуйте ваш ответ а в следующий раз вас будут ждать новые герои карнавала животных синсанса